Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет поступил жизненный вопрос. Можно сказать, даже житейско важный, может, не очень важный для спасения души, но, тем не менее, если без него обойтись нельзя, то лучше его разрешить. Где грань между желанием понравится противоположному полу и тщеславием? Господь в Евангелии нам вспоминает о том, что травки, они растут, и цветы полевые, какие они прекрасные, не надо об этом заботиться. Но все-таки мы существа творческие, созданы по образу и подобию Божию, поэтому забота и украшение себя, как украшение себя, в том числе и какими-то нарядами, и забота о внешности, и забота о том, как и что мы говорим, и как мы вежливо с окружающими себя обходимся, как мы улыбаемся, или, наоборот, вместе тоже сострадаем, и это какое-то сострадание в нашем лице проявляется, это тоже проявление образа Божия в нас. Поэтому в этом нет абсолютно ничего дурного, и мы можем чуть больше проявлять себя здесь, чем травы полевые, цветочки, которые так милые, которые Господь нам в пример приводит. Однако надо помнить, что лукавый, когда смущает наше сердце и подчиняет себе, он использует те же самые наши творческие способности, наше стремление стать лучше, он, наоборот, опрокидывает. Именно так произошло с Адамом и Евой в раю, потому что стана их обманул и сказал, вы сможете стать еще лучше, еще лучше разобраться между жизнью и смертью, чем то, что вам дал Бог. Поэтому, конечно, вспомнив о полевых цветах и словах евангельских, подойдем к словам апостола Павла, которые он написал своему близкому и дорогому ученику Тимофееву в втором своем послании. Итак, откроем второе послание к Тимофею, вторую главу, и прочтем 22 стих. «Юношеских похоть и убегай, одержись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца». Тут, ну, можно сказать, а вопрос, может, адресован не юным человеком, а человеком среднего возраста или, там, даже, может, пожилым, разницы нет. Когда апостол Павел пишет это Тимофею, он уже епископ, то есть, ну, не совсем уже молодой человек, апостол Павел его призывал к этому церковному служению. И, однако, вот эти похоти, которые еще более извинительные в момент перестройки организма, причем, да, тут не сказано, там, даже какие-то молодежные, а именно юношеские, то есть еще ребенок, который становится взрослым и не очень научился исправляться со своими эмоциями, со своими желаниями, со своими мыслями, как-то их сообразно в своей жизни подчинять своей свободной воле. Они вот вырываются, прорываются, вольно или невольно. Человеку уже взрослому спрос с него больше, чем с ребенка, пусть и ребенка возрослещего и самоуверенного, и в силу перестройки организма тщеславного. Как Господь нам говорит в притче о талантах, какой вывод больше дано, больше спросится. Да, что меньше спросится, потому что идет перестройка подросткового организма, совсем иное отношение у человека, который научился себя контролировать. И как раз вот этот вопрос самоконтроля тут очень хорошо разобран, потому что если нами будет двигать похоть, не обязательно в самом низменном значении этого слова, а просто вот какое-то желание нашего тела или желание нашей горделивой души, которая не приближает нас к Богу, то обязательно это тщеславием обернется. А вот вторую часть стиха, а если мы будем держаться правды, то есть вот, ну, понимаем справедливо, вот так мы берем и общаемся с человеком, потому что, ну, как-то человеку угодничаем, а его не любим. Да, ну, надо же по правде общаться, это не значит, что надо человека оскорбить, но как-то более искренне себя вести. И уже действительно ты будешь нравиться противоположному полу, не потому что ты там изображаешь, юноша изображает из себя такого мачо, а там девушка изображает из себя там какую-то там очень милую там глупышку, расчетливо своим холодным умом. Нет. А вот если ты будешь держаться искренне, искренне вот в этой правде, то есть вот можно этот стих правды, что ты, если держишься искренне, что в одежде, что в лице, что в словах, в своем поведении, то неважно уже, что там сатана тебе будет подкладывать сердце, тщеславие будет путь закрыт, потому что искренность его удержит. И то же самое вот смотрим веры. Потому что если мы всегда помним, я православный христианин, и главное мне показать, не какой я там красавец мужчина или не какая я там красавица женщина, а показать, что я образ Христов, вот эта вера, воспоминание о Боге тоже нас будет от лишних крайностей удерживать. И далее, что любовь, если мы будем держаться в любви, если мы относимся с любовью только к себе и не заботимся о себе человеку, то мы сможем и подчиславиться, и человека окружающего смутить. А если мы просто заботимся о ближних, то мы их порадуем там новой прической, да, каким-то фирменным костюмом, какой-то фразой сказанной подбадривающей. Но это будет произнесено не для себя, не чтобы выделиться, а будет произнесено для ближнего, чтобы ближнего день стал более радостный. И мира со всеми призывающими. Если ты понимаешь, что твое поведение с противоположным полом, оно вызывает ревность у других представителей твоего пола, если оно вызывает какое-то вот даже неспокойствие в душе, ты берешь и там как-то пофлиртовал с человеком, с которым ты не собираешься выстраивать какие-то отношения, идти к построению брака. Да, ты сразу, может, и показываешь, и человек это сам знает, что нет, это вовсе не любовь. Это так, просто там щелкнуть пальцами и повеселиться. Но ты-то пошел неуязвленный дальше, а человек в мир душе смутился. И он уже там строит надежды, пусть их прогоняет из ума. То есть, ну, зря ты за счет человека, правда, подчислялся, возвысился. Тоже надо вот этот мир, мир ханить и в своей душе, и в душе окружающих. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok